Отдел 13. Адепты периода после появления христианства и их доктрины. Что вообще мир знает о Петре и Симоне, к примеру? В светской истории нет записей об этих двух, тогда как то, что нам рассказывает о них так называемая священная литература, разбросано и содержится в нескольких фразах деяний. Что касается апокрифов, то само их название запрещает критикам доверять их информации. Однако оккультисты заявляют, что как бы односторонни и предубежденные они ни были, эти апокрифические Евангелия содержат гораздо больше исторически правдивых событий и фактов, нежели Новый Завет, в том числе Деяния. Первые являются голыми, необработанными преданиями, последние же официальные Евангелия представляют собою тщательно разработанные легенды. Святость Нового Завета – личное дело каждого. И дело слепой веры, и тогда как каждый обязан уважать личное мнение своего соседа, никто не принуждается его разделять. Кто был Симон Волхов и что о нем известно? Из деяний мы только узнаем, что вследствие своих замечательных магических способностей он был прозван Великая Божья Сила. Сказано, что Филипп крестил этого самаритянина, и впоследствии его же обвиняют в том, что он предлагал деньги Петру и Иоанну, чтобы они обучили его искусству творить настоящие чудеса, при этом утверждается, что ложное от дьявола. Это все, если мы пропустим слова оскорбительные, свободно бросаемые в него за сотворение чудес последнего рода. Ориген упоминает, что Симон посетил Рим во время царствования Нерона, а Мошеим помещает его среди открытых врагов христианства, но оккультная традиция обвиняет его не более, как в отказе признавать Симеона наместником Бога. Был ли этим Симеоном Петр или еще кто-нибудь другой? Это все еще остается открытым вопросом для критиков. То, что Ириней и Епифаний говорят о Симоне Волхве, а именно, что он выдавал себя за воплощенную Троицу, что в Самарии он был отец, в Иудее – сын, и что неевреем он выдавал себя за Святой Дух – просто клевета. Времена и события меняются, человеческая натура остается такой уже, не изменившейся под любым небом и во все века. Это обвинение является результатом и продуктом традиционного и теперь классического «одиум теологикум». Ни один оккультист, из которых все испытывали на себе в большей или меньшей степени воздействие затаенной богословской злобы, никогда не поверит таким обвинениям по одним только словам Ирине, если он действительно когда-либо это сам писал. Далее о Симоне рассказывается, что он держал при себе одну женщину, которую он выдавал за Троянскую Елену, которая прошла через сотню перевоплощений и которая еще раньше в начале эонов была Софией, божественной мудростью, эманацией собственного его Симона, вечного разума, когда он, Симон, был отцом. И, наконец, что с нею он зачал архангелов и ангелов, которые и создали этот мир и так далее. Но мы все знаем, какой степени преображения и какой пышной поросли может быть подвержено любое, голое изложение факта, если оно прошло хотя бы полдюжины рук. Кроме того, все эти заявления могут быть объяснены и даже показаны как истинные в основе своей. Симон Волф был каббалист и мистик, который, подобно многим другим реформаторам, стремился основать новую религию, обоснованную на основных учениях тайной доктрины, все же не разглашая ее тайн больше, чем это необходимо. Почему же тогда Симон, мистик, глубоко проникнувшийся знанием факта серийных перевоплощений, мы можем оставить в стороне их число сотню, как вероятное преувеличение его учеников, не мог говорить о ком-либо, кого он опознал психически, как воплощение некой героини с тем именем, если он вообще говорил это? Разве мы не находим в нашем собственном веке женщин и мужчин, не каких-то шарлатанов, но интеллигентных людей, занимающих высокое положение в обществе, внутренняя убежденность которых говорит им, одной, что она была королева Клеопатра, другому, что он был Александром Великим, третьей, что Жанной Дарк, и кем только, и чем только нет. Это дело внутренней убежденности и обосновано на большем или меньшем знакомстве с оккультизмом и верой в современную теорию перевоплощения. Последние расходятся с единой подлинной доктриной древности, как это будет показано, но ведь нет правила без исключения. Что же касается того, что Волх един с Богом Отцом, с Богом Сыном и с Богом Святым Духом, то это опять-таки вполне допустимо, если мы признаем, что мистика и провидец имеет право пользоваться аллегорическим языком, а в данном случае, кроме того, это вполне оправдано доктриной вселенского единства, преподаваемой эзотерической философией. Каждый оккультист скажет то же самое на, для него, научном и логическом основании, в полном согласии с учением, которое он исповедует. Нет ведантиста, который не говорил бы того же самого ежедневно. Конечно, он брахман, он и пара-брахман, раз он отвергает индивидуальность своего личного духа и признает божественный луч, который обитает в его высшем Я, лишь как отражение вселенского духа. Это эхо во всех временах и веках от первоначальной доктрины об эманациях. Первой эманацией из неизвестного является отец, второй сын, и все, и все, исходит из единого или того божественного духа, который не познаваем. Отсюда и утверждение, что с нею, Софией или Минервой, божественной мудростью он, Симон, когда все еще пребывал в лоне отца, сам являющийся отцом или первой коллективной эманацией, зачал архангелов сына, которые стали творцами этого мира. Сами римские католики, прижатые к стене неопровержимыми доказательствами своих оппонентов, ученых, филологов и символогов, которые разносят в прах церковные догмы и их авторитетов и указывают на множественность элохимов в Библии, ныне признают, что первое творение Бога, цаба или архангелы, должны были участвовать в сотворении Вселенной. Разве нам нельзя думать, что, врезка, хотя Бог один сотворил небеса и землю, однако, как бы они, ангелы, ни были не причастны к первоначальному экс-нихило творению, они могли получить задание завершить, продолжить и поддержать его. Конец врезки Восклицает Демервиль в ответ Ренану, Лакуру, Мори и Тутти-Кванти французского института. С некоторыми изменениями это как раз то, что утверждает тайная доктрина. На самом деле не было ни одной доктрины, проповедуемой многими реформаторами первого и последующих веков нашей эры, которая не основывала бы свои первоначальные учения на этой универсальной космогонии. Справляйтесь у Машиима, и вы увидите, что ему приходится говорить по поводу многих ересей, которые он описывает. Еврей Церинд врезка учил, что творец этого мира, державный бог еврейского народа, был существом, который вел свое происхождение от Всевышнего Бога, что это существо, кроме того, постепенно отпало от своей природной добродетели и первоначального достоинства. Конец врезки. Василит, Гарпократ и Валентин, египетские гностики II столетия, придерживались тех же самых идей с немногими изменениями. Василит проповедовал, что было семь эонов, воинств или архангелов, которые изошли из субстанции Всевышнего. Двое из них, сила и мудрость, породили небесную иерархию первого класса и достоинства. Это эманировало вторую, последняя третью и так далее. Причем каждая последующая эволюция была по своей природе менее возвышенная, чем предыдущая, и каждая творила для себя. Небеса, как обиталище. Натура каждого из этих небес соответственно уменьшалась в красоте и чистоте по мере приближения к состоянию Земли. Таким образом, количество этих обиталищ дошло до 365 и над всеми ними главенствовал высочайший неизвестный, наименованный Абраксос. Это имя по греческому методу исчисления дает число 365, которое в своем мистическом и числовом значении содержит число 355 или человеческую величину. Сноска. 10 является совершенным числом Всевышнего Бога среди проявленных божеств, так как число 1 есть символ вселенской единицы или мужского принципа в природе, а число 0 есть женский символ, хаос, глубь. Таким образом, эти двое образуют символ андрогенной природы, так же, как и полную величину солнечного года, который так же являлся величиной и Еговы, и Еноха. У Пифагора 10 было символом Вселенной, так же Энус, сына Сета, или сына человеческого, который употребляется как символ солнечного года в 365 дней, и годы которого поэтому так же даются, как 365. В египетском символизме Абраксос был солнцем, владыкою неба. Круг есть символ единого непроявляющегося принципа, плоскость этой фигуры есть бесконечность вечная, она пересекается диаметром только в течение Манвантар, конец сноски. Это была одна из гностических тайн, базирующаяся на тайне первоначальной эволюции, которая закончилась человеком. Сатурнил из Антиохии провозгласил ту же самую доктрину, слегка видоизмененную, он учил о существовании двух вечных принципов добра и зла, которые суть просто дух и материя. Семеро ангелов, которые управляют семью планетами, являются строителями нашей Вселенной, что является чисто восточной доктриной, так как Сатурнил был азиатский гностик. Эти ангелы являются естественными хранителями семи областей нашей планетной системы, причем одним из наиболее могущественных среди этих семи творящих ангелов третьего класса был Сатурн, правящий гений этой планеты и бог еврейского народа, то есть Иегова, которого почитали среди евреев и которому они посвятили седьмой день недели или саббат, субботу, сатэдэй, день Сатурна среди скандинавов и также индусов. Маркион, который также придерживался доктрины двух противоположных принципов добра и зла, утверждал, что между этими двумя имеется еще третье божество, смешанная природа, бог евреев, творец, вместе со своим воинством низшего или нашего мира, хотя он всегда находился в состоянии войны с принципом зла, все же это промежуточное существо было также противопоставлено принципу добра, место и титула которого оно домогалось. Таким образом, Симон был только сыном своего времени, религиозным реформатором, подобно многим другим и адептам среди каббалистов. Церковь, для которой вера в его действительное существование и в его великие силы является необходимостью для того, чтобы лучше выделить чудо, совершенное Петром и его победу над Симоном, превозносит, не скупясь, удивительные магические деяния последнего. С другой стороны, скептицизм, проявленный специалистами и учеными-критиками, пытаются совершенно отделаться от него. Так, после отрицания самого существования Симона, они, наконец, считают подходящим слить его индивидуальность целиком с индивидуальностью Павла. Анонимный автор сверхъестественной религии упорно старался доказать, что под именем Симона Волхва мы должны подразумевать апостола Павла, чьи послания были тайно, так же, как и открыто, оклеветаны Петром, который осуждал их, как содержащих слаборазумную ученость. Действительно, это кажется более чем вероятным, когда мы думаем об этих двух апостолах и сопоставляем их характера. Врезка. Апостол неевреев был смелый, откровенный, искренний и очень ученый. Апостол обрезания же был трусливый, осторожный, неискренний и очень невежественный. Что Павел частично, если и не полностью, был посвящен в теоргические мистерии, почти нет сомнений. Его язык, фразеология, настолько своеобразные, присущие греческим философам, некоторые выражения, употребляемые только посвященными, все это является верными отличительными признаками, ведущими к такому заключению. Наше подозрение было подкреплено талантливой статьей доктора Уайлдера под заглавием «Павел и Платон», в которой автор выдвигает одно замечательное и для нас весьма ценное наблюдение. Он показывает, как изобилует послание к коринфянам Павла выражениями, навеянными сабазийскими и элевсинскими посвящениями и лекциями греческих философов. Он, Павел, характеризует себя как «идиотес», то есть, как человека неискусного в слове, но не в гнозисе или философской учености. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными», пишет он, «но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую никто из властей века сего не познал». 1 Коринфянам 2 стихи 6-8 Что же другое мог этот апостол подразумевать под этими недвусмысленными словами, как не то, что он сам, как принадлежащий к мистам, посвященным, говорил о вещах, показываемых и объясняемых только в мистериях. Премудрость Божия, которую никто из властей века сего не познал, очевидно имеет какое-то непосредственное отношение к базилею элевсинского посвящения, который знал. Этот базилей принадлежал к окружению великого Иерафанта и был одним из архонов Афин. В качестве такового он был одним из главных мистов и принадлежал ко внутренним мистериям, к которым только очень избранное и малое количество получало доступ. Должностные лица, заведовавшие элевсиниями, назывались архонами. Конец врезки. Однако сперва давайте разберемся с Симоном Волховым. Отдел 13 Адепты 20 Адепт 30 Адberg 21 ha